Основа первого кластера именно такова, как мы ее изначально определили, исходя из принципов, на которых основана кластеризация категориальных шкал в иерархическом кластерном анализе. Дальше возникшие кластеры 6, 2, 4, 3, 5, 7, 9, 8, я расположил их в порядке удаленности от горизонтального вида профиля. Мы видим здесь единичка разницы, здесь разница тоже единичка. Здесь единичка, здесь двойка, единичка, двойка, двойка, тройка. Это в другую сторону наклон, соответственно, тоже доходит до разницы 2. Итак, если мы возьмем трехкластерное решение, то каким образом произойдет агломерация? Вот таким образом. Как мы видим, все наблюдения из этих профилей кластеров пошли в первый кластер. Самые отдаленные от горизонтальных профилей, самые отдаленные, здесь, допустим, 3 достигает, здесь 2 достигает различия между левым полюсом шкалы и правым полюсом шкалы, если визуально представлять. Они пошли в третий кластер. И вот эти профили, которые дают нам наклон такой, что слева точка пониже, справа точка повыше, с амплитудой 1-2, допустим, амплитуда 1-3-4, амплитуда 1, здесь 2-4, амплитуда 2. Они пошли во второй кластер. Вероятно, с точки зрения экономии интеллектуального ресурса аналитика, трехкластерное решение лучше, чем девятикластерное. Какова суть, каково описание этих кластеров? Мы видим, что первый кластер, он самый наполненный, и он по большей части, с небольшими отклонениями, характеризуется горизонтальными профилями. А что значит содержать на горизонтальный профиль? Это значит...